Давай расскажем, что будем делать. Покажи чемодан. В общем, у нас был чемодан, мы делали уборку в гараже недавно. И вот такой вот остался чемодан. Это какой-то, какой он? Откуда он вообще прочитает на бумажке? Офицерский чемодан. Вот, он целый. Мы там раньше хранили пеленки Артема. Ну оставшуюся. И как бы выкидывать вроде бы жалко. И придумали сделать чемодан для пикника. Для пикника. Всякие вот разные хранить. Тарелочки, ложечки, вилочки, стаканчики, да. Ножечки. Да, и багажник складывается. У нас органайзер есть, но, знаете, он тряпочный. Я его на Алиэкспро заказывал, по-моему. И он гнется и не закрывался. И постоянно что-то надо поставить. Постоянно его туда-сюда дергали этот органайзер. А этот будет закрытый. В пыль попадать не будет. Что-то он не закрывается. Ну здравствуйте. Ну вот, покажи внутренности, как там сделано. Сейчас покажу. А, он закрывался. Вот видите, бумага обклеена. Сейчас эту бумагу всю не будем отдирать. Приклеим обои у нас там оставались с коридора. И потом резиночки приклеим, да? Ну то, что с коридора, мне кажется, не толстые обои. Толстые? Ну не знаю, как будет держаться. В общем, попытка не пытка. На худой конец можно тканью обклеить. Бархатной. Шутка. Либо бумагой бархатной такой. А? Бумага бархатная есть. Она будет солидно смотреться. Ну не знаю, в общем, давай попробуем, что получится. Вот эти вот вязочки отрезал бы, что они все. А это потому, что они вот здесь где-то держатся. Да нафиг оно надо. Ну как нафиг-то надо. Вот так вот сюда и вернем, чтобы она не крутилась. Так она будет постоянно закрываться. Будет он сделан так, чтобы ты открылась какой-нибудь. Собираешься. Давайте покажу до. Вон чемодан. И... Как раз списки какие-то. И потом, видите, после как все выглядит. Итак, вот смотрим чемодан. Здесь у нас дно уже заклеено. Лешка уже доклеил. Здесь у нас доски лежат. И здесь у нас посуда. Разные принадлежности. Леша приготовил пистолет. Будем сейчас клеить резинки черненькие. Здесь, смотрите, на пункте. Там бумажка, которую я снимала. Да, она сдулась. Видите, такие морщины некрасивые. А так вообще на дно вообще супер получилось. Вот эти штучки ты что будешь? Да, отреживаюсь. И сюда, да, будешь подцеплять. Ну, в общем, как-то так. Так что теперь под вилочки, под стаганчики. Не знаю, подумать. Здесь тарелки будут лежать. Потому что, ну, вот это вот контейнер, который здесь есть. С тарелками, с кружками. Постоянно с проблемами закрывается. Мне кажется, туда какие-нибудь мелочи будем закидывать. Которые в машине. Я хотел отклеить, но это уже такой глина не отклеишь уже. Ну, не красиво, конечно, пузырится тут. Может быть надо было дырочки сделать. Проткнуть иголочками. Ладно, не важно. Ладно, пускай. В общем, ладно, будем сейчас придумывать. Вообще классно получилось. Так мне нравится. Особенно вот дно здесь. Кажется, здесь вот можно еще проклеить плохо здесь. Поленечко на складке. Нормально, сойдет. Так что отлично. Мне очень нравится. Так что резинки у нас такие мы взяли. Черные, узенькие. Или широкие. Сейчас я найду, на балконе это лежат. Здесь и приготовились, да? Итак, вот эта резинка черная. А это чехол. У нас остался брезент, обрезок узкий. И мы решили сделать чехол для шампуров. Мне папа прострочил на машинке. И прострочил еще веревочку. Чтобы раз, вот так загнул и завязал. Потому что они у нас болтаются. Вечно в этом, в пакетах где-то. Шампура в тряпочки заворачиваем. Что-то такое. А так плотная ткань, брезент, вообще ничего не делается. Так что вот. Надо будет убрать. Еще придумать что-нибудь для мангала. А то у нас мангалы завернут в тряпку. Напишите, в чем вы храните мангалы. Может у вас есть какие-то идеи. Потому что он все равно грязный. Сажи. Скажи, что делать будешь? Я сам не знаю, что делать. Я понимаю, что если мы сейчас будем приклеивать какие-то канители. То если дернуть. На обои если, да? Тут у нас все вообще не будет ничего держаться. Просто он уже делал тест. Пробовал на пластмассу приклеивать. Оно держится на обоях. Отклеивается. Я не знаю, будет ли вообще держаться что-нибудь. Будет или нет. Ну, чтобы не видно было дырки страшные или некрасиво. Леша отрезает обои. Чтобы было лучше сцепление. Он уже приклеил резиночку. Одну общую. Только петли получились. Для вилок, для ложек. Для щипцов. Как они правильно называются? Для сюда, наверное, лучше клеить клеенку, не обои. Нет, ткань лучше плотную. Лучше плотную ткань сюда приклеить. Да, вообще лучше делать ткань из плотной, не обои. А я потом порвется и ткань приклеить сюда. Лучше сразу ткань делать буду. Или просто хотя бы, знаешь, подсвет просто подобрать и вот просто вот сюда вклеить ткань. Да? Угу. Просто в дно вот и в крышку вклеить просто без этих углов ткань. И все. Ну, в общем, вот органайзер почти готов, да? Ну, мы не стали до конца. Мы хотели еще вот сбоку сделать резиночки для стаканов, но решили, что пока так будем. Здесь у нас раска разделочная для овощей, для мяса. Одна режется уже, просто мешает эта вот петля. Так, дальше что, что, что. Полотенчики кухонные. Это, не знаю, пеленку на всякий случай взяла. В принципе, тряпка никогда не будет лишней. Леша купил две лопатки для сковородки. Ну, не знаю, пригодится. Две. Дальше клеенка на стол. Здесь у нас тазики, два тазика. Тарелочки. Такие глубокие под суп тарелочки. Стаканчики. На разом стаканчики. Дальше самолетные такие вот кружечки, тарелочки и такие вот пиалочки. Соль. Здесь у нас ложка большая. Кусачки, щипцы, пинцет крупный. Не знаю, как его назвать. Дальше венчик. Открывашка. Ножики. Мешки для мусора. Ложечки есть одноразовые еще. И перчатки. Ну, вот как-то так. Еще место остается. Я хотела... Контейнер сюда помещается. В общем, не знаю. Замерь какой здесь размер. Я не знаю. Может найти какой контейнер. И убрать как раз вот это мыло. Вот это убрать. Репеллент воняет. Здесь его хранить вообще не вариант. Все равно, мне кажется, этот контейнер, он все равно у тебя будет в этом машине. Он нужен бы. Все равно все что-нибудь закинуть можно будет. А тебе все нужно, я так понял. Да, да. Вот это не так много. Это не так много. Он говорит, это вес. Но это он же не пешком ходит. Конечно, вес, ведь. Она набрала бутылок, не мылок. Зачем она все это нужно? Да, бутылок. Вот это руки мыть. Вот это губки запасные. Если рука в жире будет. А это зачем тебе брамыло? Вот эти? Это два мыла на всякий случай. Да какой случай? В случае бывает разное. В баню пойдешь задницу мыть. А у тебя мыла нет. Задницу помыть. У тебя только жидкая для рук. И что ты будешь делать? Вот эти бутылки набрала. Одну доску в походную берут. Она три доски. Три доски для овощей, для мяса. Потому что это микробы. Будешь дристать. На природе ничего не бывает. На природе. Да, конечно. Бывает еще как дрищут. Потом не могут дристос остановить. Ну, конечно. Всяко-разно потом ел я. Вообще без доски. Там что на бревне, блядь. Слушай. Да. Чревато. Раз на раз мне приходится. Будешь дристать и не остановишь свой понос. Это может земли. Я хочу отдыхать, а не понос свою залечивать. Лена, берешь. Что? Досточку. Какую? Досточку берешь. На нее ложишь салофановый пакетик. А ты кушаешь салофановый пакетик? Салофановый пакетик. Салофановый пакетик рвется. Да ничего не рвется. Ты оптимист. Я тебя сейчас в шкафу закрою, короче.